Если вы за ночью, вы какому-нибудь ублюдок, блин, я с вами даже разговаривать не буду. В моих роликах есть какая-то дикость. Стал русским парнем по имени Ваня. Купается со мной тоже. Может, я моржом стану? Она нырнула, ее утянуло под лед, все. Это сейчас было землетрясение. Минус 42 купался. Ни один здравомыслящий врач вам не скажет, что это полезно. Идите это делайте. Ай-ка! Трифонов Сергей Александрович. Самарский морж. Плаваем, купаемся. Пластик отдельно надо выкидывать. Картон тоже. Все деньги, все деньги. Мусор нельзя выкидывать. До 15 лет все свое детство я прожил в Ташкенте. Ну, как бы вы сами понимаете, что там жарко. Но есть маленький нюанс. Я жил там, где текут горные реки. Когда на улице 42 градуса, а ты погружаешься в реку, в которой плюс 3. Вы представляете, какой перепад? И понимаете, вот эти перепады как бы закалили меня. И потом, приехав в Красноярск, где минус 42. Выбегаешь такой на улицу и босиком бежишь в шортах такой. А мужики едут на машинах там. Люди идут в тулупах, в валенках такие идут. Но у тебя глаза такие квадратные. Если вы заносчивый, какой-нибудь ублюдок, блин, я с вами даже разговаривать не буду. Я просто вижу многих заносчивых людей. Если ты там подъехал на парше вообще, и что-то разговариваешь так, свысока на людей глядя, ну, тебя жизнь сама накажет. Надо одинаково относиться, что к какому-нибудь, знаете, там, дворнику на улице. Прежде всего человеческий фактор в человеке тянуть надо. У нас таких много, бодлятины всякой, которая в свое время в 90-е нахапала все. И сейчас думаю, что они цари жизни. Ваше время скоро кончится. Ослужив 20 лет в армии, ушел на пенсию. Пытался искать себя. Ну, и начал снимать ролики. Год у меня где-то были такие, экспериментальные. Приветы передавал там ребятам. Потом нашел себя через год. Понял смысл платформы, ТикТок. Понял, что такое популярность. Потому что начал снимать ролики, которые за сутки могли там набирать по 20-30 миллионов просмотров, а разлетаясь по всем средствам массовой информации. Да, в моих роликах есть какая-то дикость. Мы в 19-м году начали первые снимать, первые снимать в ТикТоке эти ролики. Но потом люди начали приходить там, спрашивать, что, как. Приходите к нам купаться. На улице жара, духота, поэтому... Всем привет. Это наш домик, так сказать, теплый. Пойдемте, я вам покажу, что там. На улице жара, духота, это Россия. Что, девчонки, за Волку ходили? Зима – это самое прекрасное время в России. Можно просто упасть, вот так вот покататься. Снежочки покупаться. Это кайф. Просто, вот, пожалуйста, вот там наша луночка. Пойдемте к луночке. Вот снежочка-то. Ребят, все надо от души делать. От чистого сердца. Ну, я моржу 11 лет. Моженкова Наталья. Был у меня один такой случай, что на крещение молодой человек зашел в воду, вышел и не понимает, где он находится. То есть он просто был в прострации. Я его за руку, дышим, все хорошо, спокойно. И он не понимал. Тут я поняла, что он иностранец. Пришлось спросить «Окей». Мотает головой. Все, он сказать не мог. Он даже не понимал, где он находится. То есть настолько был у него испуг. Мы его завели в домик. Чаем напоили. И только после этого он нашел свои вещи. Вот к чему такая история вспомнилась. К тому, что когда заходишь в воду, заходишь в прорубь, нужно быть готовым. Нужно понимать, настроиться. И желательно, конечно, чтобы рядом кто-то был из знакомых. Чтобы вот именно не случилось такой ситуации, когда вышел и теряешься. Чтобы тебя взяли за руку, довели, угостили чаем, в нормальное состояние тебя привели. Вот, наверное, такие главные рекомендации. Каждый человек сюда приходит с чем-то своим. Кто-то просто попробовать. Кто-то приходит для того, чтобы уже вылечить что-то, да, прочитав перед этим много литературы. Но каждый здесь так же и развивает свое. Но однозначно мы получаем здоровье. Ждем эту зиму. Очень ждем. Потому что мы получаем, ну, как я говорю, свою витаминку. Неважно, ангина или грипп. Нырнул. Посидел. Вышел. Полчаса-час. Температура опустилась. Если поднимаются еще раз, они идут еще раз. И так председатель клуба, мне рассказал, шесть раз нырял. Типа прямо во время болезни. Да. И все быстро проходит. Меня зовут Ромис Терегов. Я пятикратный чемпион мира. Три раза по мастер-теону, два раза по ММА. Выживание пришел в 2019 году. Мне это очень понравилось. После тренировки очень восстанавливает. Микротравмы заживают. Я получаю моральное, психологическое удовольствие, когда из этой холодной ванны иду. Столько эмоций, столько удовольствия ты получаешь. Поэтому это нужно пробовать. Это надо испытать. Красавчик. Меня зовут Леонид Павлович. Мне много лет. Скоро 74. Купаюсь на около 40 лет. Но здесь есть люди и постарше. У нас есть люди, которым 90 лет, за 80. Я кандидат философских наук, преподаю философию. А любимая тема – философия здоровья. Ну, валиофилософия, можно так сказать. И даже у нас был факультет такой, философско-философический. То есть там готовили учителей здоровья. Одно время была такая программа, была так называемая прорубная практика. Белый снег, солнце, пробь, молодежь. Очень красиво. Ого! Она очень теплая, ребята! Сейчас возьмешься. Сейчас. Медленно, я дам. Покачку. Приходи. 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 О, не бойся. Приходи. Боюсь. Ну, надо не спасти. Что? Глава. Покачка. Покачка. Ну, давай, соеденточку. Аккуратненько сходи. Опа! Смотри. Видишь, какие дырки? Ого! А это что у меня сработало? Это через тебя прошел святую тюрьму. А это, ну, через что? А вот там есть плакат. Это чудесный меридиан. Слияние с силами природы. Это как бы предельное основание нашей жизни. Вот если я вам задам вопрос, что для нас важнее? Федеральная резервная система США, которая доллары печатает, или воздух, который мы дышим? Все, что на земле существует, геополитика, геоэкономика, все связано с землей. Вот наша философия. Какую еще надо философию искать? Какую нужно искать идеологию? Вот она, кругом. Ну, заморжевала я в Самаре. Ну, вообще, если честно, на морозе я себя чувствую уже как дома. Заходите. Окей. Ох, не помню. Это нормально. Страшно. Уху. 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 Яросхер. его поэтому звали ваня а его имя вообще он сам мусульманин скоты вара по студент у нас учится сомаре а 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 у у у у у я говорится его научил этому всему учился не бояться холодной воды и он стал русским парнем по имени ваня сами видите как он спокойно входит в холодную воду и этого уже не боится вот это россия приедете сюда вы выйдете осуществление просто бим баба ложись кувыркайся кувыркайся давай кувыркайся а она купается со мной тоже она конечно не морж но я ее заставил быть моржом относилась к этому ну там я в тепле посижу заставил купаться сделал тоже популярный на самом деле не так холодно как это кажется люди которые допустим начинают закаливаться особенно на крещение ныряют они переодеваются на холоде пугается этого холода и потом не ныряют больше в холодную воду а если допустим есть определенные условия да которые вот у нас созданы то закаливаться даже очень в удовольствие под всеми роликами в том же самом тикток даже подписи стоят что это не повторять что это фейковая ситуация вы знаете вот эти все ныряния бесконтрольные когда вот женщина вот в питере погибло сами видели она нырнула ее утянуло под лед все прорубь нельзя нырять прорубь надо опускаться медленно по лестнице спокойно желательно если первый раз это делать что желательно это делать с человеком который знает меры может принять первую помощь ни один здравомыслящий врач вам не скажет что это полезно идите это делайте купаться в холодной проруби вот все эти процессы которые происходят в организме когда ты погружаешься в холодную воду когда начинает прилив крови кожи чтобы согреть ее со всех органов кровь начинает циркулировать поэтому нельзя заниматься моржеванием тем людей у которой какие-то проблемы со здоровьем с сердцем с сосудами очень противопоказано а еще я категорически всем не рекомендую употреблять алкоголь и потом пытаться погружаться в холодную воду потому что алкоголь сосуды расширяет а сердце просто можешь не выдержать поэтому никому не рекомендую не употреблять ничего потому что за сезон ну за каждый очень много людей тонет кто в баньке там распариться выпить там водочки и нырнуть и там и остаются навсегда попробуйте вначале свои ощущения попробуйте ножки вечером искупались в душе облили ножки холодной водичкой душе вытерли насухо полежали на кроватке ножки задрали на стеночку чтобы отток крови был почувствовали себя хорошо поднимите чуть выше до колена обливайте неделю и так за месяц вы придете к тому что потом как говорится поверх ног потом выше по пояс выше по шею голову самый последний раз но это все говорю надо все чтобы вы чувствовали себя потому что может произойти такое как бы что а все и уже не хочется надо подождать надо чувствовать слушать себя беречь себя нырял я много где в ташкенте холодных рек плавал в красноярске в енисеи в минус 42 купался волги в основном жизнь это не те моменты что прожиты а те что запомнились надеюсь что наша поездка на байкал с вами нам запомнится и мы передадим через объектив камеры и экран телевизора или смартфона кто у нас будет смотреть ту атмосферу и эмоции те которые мы получим от посещения данного места хочется чтобы вот так вот прям взял туда так вот как у сейчас в бассейн и погрузился а вы нырнул на байкале о о я на байкале нифига себе айкал белый медведь самара мы на байкале ребят приветствую всех сбылась мечта идиота побывал и на байкале счастье полный штаны вода вообще классная не такая мягкая хорошие пропить можно по да да прям пьешь и другая вода в общем вдохновились мы самарой серёга нас окунул там теперь я купаюсь здесь и вдохновение звукорежиссера теперь она ныряет нами вы же сами видели когда вы искупались через вас пошел поток энергии та энергия которая уже отработана уже вам ничего не дает она ушла вниз а взамен вы набрали высококачественную электрическую энергию аэро и у нас воздуха от земли воды это сильнее чем занятие спортом потому что ни в каком фитнес-центре вы не добьетесь того чтобы вот мицеллы клеток начинали вибрировать это на уровне мицелл клеток когда вы купаетесь в проруби вы автоматически включаете те точки которые нужно идем короче местный клуб моржей вы чё меня зовут андрей бугай я являюсь руководителем всероссийской федерации зимнего плавания россии в иркутском районе клуб организовался над 2008 году на байкале ну наверное потому что интересы у меня такие да по плаванию хочется все время больше плавать больше привлечь к этому людей сейчас нас 70 человек в двадцать первом году к нам приехали восемь сильнейший вот и такой вот и вот так вот байкал разговаривает с нами это сейчас было землетрясение это нормально у нас на байкале переплываем байкал как я уже сказал двадцать первом году к нам приехали восемь сильнейших плотства планеты ты имея с ними переплыли байкал 120 километров и проплыли за 36 часов без сна и отдыха чувств нету не было эмоции не чувство кажется что все остановилось и кажется что это уже конец вот плаваем развиваем плавание привлекаем население к здоровому образу жизни самого детства дети тоже все шли играть футбол по воскресеньям а я смотрел в мире животных ждал в мире животных потому что пока же она кустой байкал покажут вот такая мечта у меня была самого детства и потом конечно при определенных обстоятельствах мне повезло сменить место жительства на байкал и больше никуда не хочется вот вот видел как у нее вот смотри левая правая внутри тебя проблемы с мочевым пузырем вот она вот идет вот очень приятно был удивлен гостеприимством байкальских моржей так сказать ребята тоже собираются своя идеология философия своя природа конечно просто сказка оздоровился до здоровье захопнул здоровье на десятку точно плюсов пошло вот ребят все я вам показала и теперь все здесь точки все тут пробьют растопят ступнями вода да здесь людям как бы да донес а все что они будут применять или нет это уже от их зависит самих надо это им или нет как как сказал андрюха все из тиктока все андрюх мы тебя обнимаем я веду снимаю на меня смотри вот мы с байкала самарским моржам всем привет это председатель клуба андрюха вот мы обнимаемся смотрите вот живой же волосы прилипать начинает она нифига не скользит понимаете исполнено желание какое-то тайное которое я мечтал все время и говорил себе и год назад и два что я мечтаю сесть на байкал меня это очень впечатлила вот эта мощь байкала мощь ангары вода кстати ну вы тоже свет пробовали она вкусная и просто пьешь она как будто вот да она просто невероятная вот по вот этим вот этим льдинка вы можете сами видеть насколько чистая тут вода но мы прикасаемся к такой мощный озеро миллионы лет формировалась представляете какая у нее мощная энергетика у байкала и природа дает эту силу когда прикасаешься не особенно погружаешься смотрите какие закаты здесь стоит посетить байкал неважно где вы вообще вы понимаете сделайте себе мечту идите к ней она сбудется и идите к другой мечте и кажется жизнь надо прожить так чтобы было было в старости что вспомнить что вот это было это было хорошо и мы об этом помним вспоминаем и своим детям внуков рассказывать что такое было класс 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 тормоз и и Продолжение следует...